Три абонементика бронируете, да? Отлично, поздравляю, хорошее приобретение и отличного вам дня! Всем привет! Это Динамовский созвон! Мы сейчас находимся в разгаре нашей компании по продаже абонементов на новый сезон, и нам очень нужна помощь. Ну а люди, готовые прийти на помощь, есть в нашем клубе всегда. Сегодня это главный тренер Вадим Скрипченко и защитник Сергей Политевич. Добрый день! Доброе утро! Ну что ж, поможете мне обзванивать людей из нашей базы абонеменщиков и продавать им по телефону билеты в новый сезон? Конечно! Справитесь? Ну если вам кажется, что эта задача очень простая, мы решили ее немножечко усложнить. Во время вашего монолога вы будете видеть вот на этом вот экране периодически всплывающие фразы или слова. И как раз-таки эти фразы и слова нужно будет обязательно использовать в вашей речи. Задача, конечно же, простая. Просто-напросто продать абонемент, но при этом сказать все, что здесь вы увидите. И сделать так, чтобы человек все так же сильно продолжал любить футбольный клуб Динамо Минск. Справитесь? Сделаем! Ну а мы сейчас это проверим. Алло! Иван, добрый день! Добрый день! Не отвлекает он вас? Есть минутка? Нет, а кто это? Супер! Меня зовут Сергей Политевич. Игрок Минского Динамо. Не знаю, надеюсь, слышали. Ну я очень хотелось бы верить в это. Какой-то прикол какой-то? Нет, нет, нет. Какой прикол? Я надеюсь, что вам очень... Вы очень рады, что я вам набрал. У меня есть пару к вам таких классных вопросов и предложений, от которых... Немножко и в шоке, что... Ну это классно. Каким образом я попал в ваши интересы? Ну каким образом вы попали? Ну я просто слышал, что когда были на трибуне, на стадионе, вы кричали всегда «Мы Динамо, мы решаем». И поэтому, ну, я не мог вам не позвонить. Ну понятно, понятно. Я надеюсь, знаете, да, меня, что я Сергей... Вы, наверное, узнали, да, что Сергей Политеевич, защитник, который... По голосу я, конечно же, вас не узнал, потому что мы с вами ни разу в жизни не общались, но будем верить и надеемся, что это не какой-то прикол. Я потом вам скину, потом скину данные все абсолютно. Паспорт рядом, сфоткаю с паспортом и вам скину, чтобы вы точно знали, что это я. Спасибо мне. Я думаю, вы могли тоже на трибунах и не то что то еще слышать обо мне, что вот типичный защитник, вот техничный прям, который защитник, враг команды прям. Ну я надеюсь, что не часто называли меня так, но все равно я думаю, я все-таки техничненький. Вам виднее, вам виднее. Да, да, да. Ну и тренеришка еще тоже меня так называл один вот знакомый. Но надеюсь, что мой не будет меня так называть. Будем надеяться. Да, как у вас дела вообще в целом? В целом неплохо. Как говорится, вашими молитвами. Ну супер, супер. Но я не часто молился за вас, если будем честны. Так что, ну... Пора начинать, пора начинать, по-моему. Ну естественно, если вы примете мое предложение, то я буду почаще за вас молиться на самом деле. Потому что у меня очень важная миссия есть. Мне команда поставила такую важную миссию. Я слышал, что вы еще все это время, весь этот год, 23-й год, ходите без нашего абонемента. И это немножечко коробит. Потому что я приходил, чтобы добавлять болельщиков, добавлять болельщиков этому клубу. Чтобы идти вот прям. Хотя мы идем, на самом деле, вперед со скрипом чуть-чуть, но... Но все-таки. Ну, я надеюсь, что этот год подарит вам не только скрип, как говорится, но и уже, наконец-таки, золотые медали чемпионата. Я надеюсь, не только золотые медали, и золотой мяч тоже, тоже. Золотой мяч, да. Сто процентов. Естественно, нужно брать максимальные цели. Ничего себе. Я буду как Чак Норрис, прям сразу захожу в команду и сразу золотым мячом. Ну, тогда и вас в фильм снимут. Ну, да, да, да. Я надеюсь, я надеюсь про это. Потому что, ну, все, уже, в принципе, время я без Динамо побыл, чуть-чуть заработал, ну, и вернулся вот. Я думаю, что надеюсь. Давайте к моему вопросу, на самом деле. Я хотел бы спросить у вас, что вот вы без абонемента. Как вообще вы смотрите на то, что взять абонемент на этот сезон? Потому что пока без абонемента, это вот одна ошибка. И вот и ты пока ошибся тоже, что вот не взял пока наш абонемент. Мне кажется. Можно на ты, да, перейду? И мне ничего страшного? Конечно, конечно, конечно. Супер, супер. И вот хотелось бы, как вы на мой вопрос ответите? Вот хотя, можете посомневаться чуть-чуть, в принципе. Или я тоже будет не обидел. Нет, зачем мне сомневаться. Я давнишний болельщик футбольного клуба Динамоминск. Как бы, я не против. Просто какие условия для абонемента вот это меня будет интересовать? Надеюсь, вы сейчас не попросите у меня три цифры с оборота карты. Нет, нет, нет. Ну вы что? Да. У меня своей карты достаточно. Закончим этот разговор очень быстро. Нет, нет. Ну вы же понимаете, вот эта сила в движении, вот эти фразы, это такое все банально на самом деле. Нужно переходить прямо как абонемент. Какие условия? А какие вы хотели бы условия? Я же не знаю, какие на данный момент футбольный клуб Динамоминск предоставляет свой. Но раз вы мне позвонили, значит, важен для вас каждый болельщик. Естественно. Но без самолета, без вот этих вот, без вертолетов, чтобы не было такого, знаете, как вот здесь есть такая фраза, ваши ожидания, ваши проблемы, чтобы, ну, самолет, вертолет, вот это мы не можем предоставить. Но в рамках разумного, естественно, мы можем вам что-то предложить, потому что вот это вы такой... Вот это вот вы сейчас как Дед Мороз сказали, поэтому я давно мечтал о футбольном мяче с автографами всех футболистов Винского Динамо. Ага, о футбол... А если мы сойдемся на майке? И я могу говорить про майку прямо очень долго, чтобы я никогда не устану повторять об этом, на самом деле. Но если это будет ваша майка с вашим автографом... Мы могу вам устроить даже с общей командной автографией, и мне кажется, это классный подарок такой на Новый год, чтобы... Это очень хороший подарок. Я думаю, что если действительно вы являетесь тем человеком, которого вы сейчас сказали, и я думаю, что вы свое обещание выполните, и я получу долгожданную майку. А может еще какого-нибудь друга, там, родителей, может еще кого-нибудь тоже можно вписать в это. Все-таки я думаю, что у вас прям, ну... Там нормально сеня Динамовская, я надеюсь, так что... Может еще кого-нибудь потянете? Я же... Но майк больше, правда, не будет. Все, хорошего дня, хорошего вечера. Спасибо большое, вам хорошего дня. Всего-всего доброго. Ну все, абонемент продан. Набираю болельщику, чтобы абонемент предложить. Ну подними, подними, пожалуйста. Ну уже бежит в кассу за билетом, просто. Пока, видимо, не до абонемента. Алло. Максим, добрый день. Добрый. Беспокоит немножко главный тренер футбольного клуба Динамоминск, Вадим Скрипченко. Знаете такого? Конечно, знаю. Очень приятно. Взаимно. Да. Есть небольшое предложение. Мы знаем, что вы являетесь поклонником Минского Динамо. У нас есть желание, чтобы как можно больше трибуны стадиона Динамо были заполнены настоящими болельщиками истинными. Ведь самый сильный... Поэтому вы меня в состав хотите позвать, выиграть. Состав? В состав тоже мы не против. Если будем какие-то матчи проводить, готовы всегда с болельщиками провести какой-то матч, потому что самый сильный белосиний. Ну да, полностью поддерживаю. И я уверен, что вам стыдно не будет за свою игру, потому что вы тоже будете на уровне. Потому что мы сейчас и тренерским штабом где-то немножко добавимся. Ну и ребят постарше возьмем. У нас Саша Сочивка, 37 лет. Я думаю, тоже уже опытный футболист. Поэтому вы будете на уровне смотреться на нашем фоне. Классно, классно, да. Я по весу плюс-минус примерно буду на их уровне играть где-то тоже. Если там опорничек какого-нибудь не хватает, вы меня приглашайте. Обязательно, обязательно. Очень бы хотелось, чтобы еще, помимо этого, что на профессиональном уровне стремление куда-то есть, золотые медали в игры, в Еврокубки попадать, чтобы еще и болельщики тоже проводили международные соревнования. Какую-то Еврокубковую осень среди болельщиков бы тоже могли матч какой-то провести. Вадим Виктор, честно, не ошибаюсь. Да, да, да. Белорусскую весну, не то что Еврокубковую осень, не забывайте. Ну, чтобы так немножко. И на расслабоне, и на чиле мы были. Поэтому как бы здесь это нормально, нормально. Вадим Викторович, это точно вы это? Что-то как-то по диалогу, как будто мне просто прикол какой-то из пара звонят. Нет, нет, это действительно я. Но я не могу быть как серьезным по отношению профессиональной своей деятельности, когда тренирую ребят, я могу где-то спрашивать с них строго. Но иногда могу и тоже с чувством юмора не лишен. Поэтому... Ну вот сразу вопрос такой вот. Если бы вот сегодня была возможность выбирать среди нападающих, одних из лучших нападающих, которые у нас на слуху, вот выбирали бы между кем? Между Дзюбой или Хвощинским? Вот так объективно. Ну вы, мне кажется, момент немножко потеряли. Там Роналду был без контракта. Роналду, да. Не, ну уже если из тех, кто действительно доступен, так скажем. Ну Володя у нас, вот и была возможность Дзюбу рассмотреть. Ну Дзюба или Хвощинский? Нет, Володя отличный вариант. Володя отличный вариант, потому что уже все соскучились, кричат на трибунах. Володя! Да. Отлично, отлично. Ну я Володе то же самое сказал, что Володя, в Динамо семь раз не зовут, хоть ты и четвертый раз приходишь, но я тебе эту фразу скажу. Поэтому приходи, ребята с удовольствием будут тебя видеть в Минском Динамо. Ну и конечно, самые главные вопросы, это то, что помимо надежных тылов в обороне, хороших полузащитников, которых мы сейчас создаем команду, комплектуемся, селекционная работа идет. Ну, а Володя сказал, вправо-влево убираешь и бей в ворота. Ну классно, а то у Володи раньше была тактика бей-беги, хоть вправо-влево и в ворота сейчас. Ну да, да, но последний сезон Володя хорошо прислушивался ко мне, но до этого говорил, я вообще делаю, что хочу. Я говорю, Володя, творческий подход тоже приветствуется, но пожалуйста, сначала делай то, что тренер тебе предлагает, а творчество включай после требований тренера. Ну супер, а вы, скажите, вот все-таки, Владимир Викторович, вы же, наверное, мне по какому-то поводу, наверное, звоните, не просто так, чтобы пригаловаться. Конечно, конечно, конечно. 19 лет без побед Минская Динамо, без золотых медалей. Конечно же, абонемент хотим предложить, чтобы прихладили с удовольствием на футбол, чтобы болели за нас. Это будьте уверены, потому что 19 лет без побед это очень вкусно и пхескозно, конечно. Мы вам предлагаем приобрести абонемент нашего футбольного клуба, приходить на нашу обновленную команду, получать удовольствие от игры, наслаждаться игрой и остальное, естественно, за нами. Спасибо большое, Владимир Викторович. Думаю, что после таких звонков, это очень неожиданно и приятно, после таких звонков просто прямо сейчас надо ехать и покупать абонемент. Хорошо, Максим, спасибо. Будем рады вас видеть. Абонемент ваш. Спасибо огромное. Всего хорошего. Спасибо огромное. До свидания. До встречи. И это была отличная работа. Если честно, мы даже не ожидали, что вы так замечательно справитесь. С этим я вас поздравляю, в том числе поздравляет наш надежный партнер, компания Винлайн, дарит вот эти подарки. Спасибо. Спасибо большое. Ну а я напоминаю, что у нас продолжается продажа абонементов и наш партнер, компания Винлайн, следующим 50 покупателям, подарит лимитированную футболку. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok